В период пандемии, конечно, нужно было перестраивать свою работу, и тогда, когда, к сожалению, был карантин, и мы все вынуждены были находиться в изоляции, нужно было все равно оказывать определенную психологическую помощь. И в этот момент нужно было выбирать новые способы взаимодействия с клиентом. И, конечно же, этим способом была работа онлайн, поэтому в этот период было очень много вебинаров. Кстати говоря, до этого я очень редко делала эти вебинары или семинары, то есть у меня было немного опыта, но карантин позволил мне в этом все-таки больше развиться, и я проводила достаточно большое количество вебинаров, семинаров онлайн на разных совершенно платформах, а также консультирование, и освоила достаточно много разных платформ в интернете, стала ближе к различным технологиям нашим и современным. И понимаю, что безвыходных ситуаций не бывает. На самом деле помощь можно осуществлять и не только очно, но и, конечно, онлайн. Поэтому мои клиенты, которые ко мне приходили, которым я оказывала эту помощь, остались довольны, и у нас произошли некоторые изменения. Хотя не скрою, работа очно мне больше нравится. Работа в кабинете тогда, когда я чувствую человека, когда я чувствую эту эмпатию внутреннюю, когда у нас идет контакт. Конечно, в этом смысле работа с психологом гораздо, на мой взгляд, гораздо, может быть, даже в этом случае, работа с психологом, возможно, для некоторых людей это единственный способ. То есть работа очно с психологом это единственный способ, когда он может как-то себя проявить. Потому что не каждый клиент готов, например, работать онлайн. Хотя это достаточно эффективный метод работы, в том числе и с группой, и индивидуально, и в группе. Поэтому я, например, поняла, что это, с одной стороны, удобно для всех людей, поэтому у меня клиенты практически со всех концов света. Есть клиенты, которые живут в Америке, кто живет в Италии, кто-то живет в Японии. И эти люди получают услугу благодаря, конечно же, нашим технологиям. И теперь у вас есть возможность, подписавшись на мой канал, получить доступ к закрытым вебинарам и, конечно же, получить квалифицированную помощь. Но, тем не менее, когда человек идет все-таки к психологу, я полагаю, что все-таки какая-то мотивация должна быть. Поэтому он не просто так идет, он еще приносит туда деньги, он платит за эту услугу. И, понятное дело, что он получает эту услугу, и, безусловно, психолог не решит. Он не даст ему таблетку, чтобы сразу же, мгновенно, все вопросы, они все решились. Конечно, нет. Некоторые вопросы требуют осмысления, погружения, например, на свое состояние. Или же требуют, чтобы человек оценил, например, свои ресурсы, или нашел свои ресурсы, где он может получить это удовлетворение, наметил какие-то пути решения. Поэтому психолог не волшебник, а психолог – это человек, который является проводником для своего клиента. И, собственно говоря, этим проводником являюсь и я. Субтитры создавал DimaTorzok